А главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Европейский миллиард. Что потребует Брюссель от Киева в обмен на финансовую помощь? Град Кскулак. Непогода в считанные минуты разрушила сотни домов в западных областях страны. Как постанавливать будут? Не заменить, так залатать. Как ривненские чиновники дороги ремонтируют? Почему полностью обновить асфальтовое покрытие не могут? Мировое волнение. Почему глава МВФ заговорила о глобальном финансовом кризисе? Одобрили увольнение главы Донецкой области Павла Жибривского, попытались снизить давление на украинский бизнес и пригрозили коррупционерам. Это ключевые темы сегодняшнего заседания Кабинета министров. Как в правительстве собираются бороться с нарушениями во время проверок предпринимателей, знает Ксения Барвиненко. Ключевая тема заседания – упрощение ведения бизнеса в Украине. Кабмин поддержал переход от морально устаревших кассовых аппаратов к системе электронных чеков. Пока это лишь пилотный проект. Мы предлагаем упростить существенно саму систему регистрации того, что есть на сегодняшний день. А по-другому, и главное, мы хотим залучить инновации, которые ключевым приоритетом нашего уряда, в эту сферу. Вот, на самом деле, лучший регистратор, который предприниматель должен использовать. Это телефоны, планшеты. Будут новые современные комплексы, будет низкая стоимость, будет простота у использования. Мы берем на себя обязанность, что регистрация будет происходить за один крок, за один день. Благодаря полному отказу от кассовых аппаратов, украинские предприниматели смогут сэкономить миллиарды гривен. Бизнес сэкономить около двух миллиардов на этих дополнительных платах, которые шли просто по кишеням. Это же не бизнес, продавать кассовые аппараты. Это была монополия, которой занимались для того, чтобы всех поставить, так бы мовити, на гулку. Сейчас наша система даёт возможность полностью отказаться от кассовых аппаратов, от щеденных, щемесячных оплат. Чтобы ещё больше снизить давление на бизнес, в правительстве подготовили новые поправки в так называемый закон «Маски-шоу-стоп». Они должны усилить ответственность за нарушения при проверках бизнеса. Цей пакет законов уже имеет чуткую акцентацию своей уваги. Это персональная ответственность правоохранителя, который допустил порушения прав предпринимателя, который допустил фактически беспредел правовый, который вылечил у предпринимателя незаконную технику, провел незаконный обшук и не допустил адвоката до этой процессуальной деятельности. А данные тех, кто и в дальнейшем будет нарушать закон, Гройсман предложил передавать в антикоррупционный суд. Нужно, чтобы такие все проверки сегодня должны быть с конкретными призвищами, конкретных людей, которые несут за это ответственность. Там же есть соответствующие фаховцы и службовцы, которые это все подписывают. Я бы хотел, чтобы страна их знала. Будем накопичивать данные для работы антикоррупционного суду. Будем помогать. Будем заниматься волонтерством в этом вопросе. Не обошли вниманием и кадровые вопросы. Правительство одобрило отставку председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жибривского. Впрочем, окончательно уволить руководителя области может только президент. Ксения Барвиненко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Киевская городадминистрация готова судиться с «Навтогазом Украины», который отключил более трех тысяч столичных многоэтажек от горячего водоснабжения. Об этом сообщили при службе городского головы. Виталий Кличко заявил, новая коммунальная компания «Киевтеплоэнерго» не намерен обратно себя миллиардные долги «Киевэнерго», которые накапливались много лет. В мэрии также сообщили, что первый этап передачи имущества «Киевэнерго» в коммунальную компанию завершен. На работу в «Киевтеплоэнерго» также перевели около пяти тысяч работников. Европарламент проголосовал за предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. Решение депутата приняли сегодня, а несколько недель назад его утвердили Еврокомиссия и Совет ЕС. Чего ждет Брюссель от Киева в обмен на деньги? Дебата слушала Елена Абрамович. Какими именно должны быть условия для выделения макрофинансовой помощи, депутаты спорили долго. Некоторые требовали внести поправки в документ. Но поскольку это могло вернуть его на повторное рассмотрение в Совет ЕС и Еврокомиссию, все требования просто вынесли в приложение к документу. Как всегда, это предложение макрофинансовой помощи строго привязано к воплощению реформ. Из-за задержки введения согласованных антикоррупционных реформ, Еврокомиссия отменила последний транш января этого года. Чтобы дать чуткий политический сигнал украинской власти, парламент, комиссия и Совет согласовали объединенное заявление к документу. Основные требования довести до конца антикоррупционной реформы. Если условия не будут выполнены, Еврокомиссия должна отменить предоставление помощи, говорится в документе. Миллион евро планируют разделить на два транша, которые выделят в течение двух с половиной лет. Я надеюсь, что к марту следующего года уже будет создан антикоррупционный суд. Необходимо также отменить электронное декларирование для общественных активистов и реформировать центральную избирательную комиссию. Представители ультраправых и ультралевых сил традиционно выступили против предоставления. Кто-то назвал это необоснованным жестом помощи действующей власти. Другие указывали на коррумпированность страны. Впрочем, защищать Киев тоже есть кому. Можете ли вы назвать хоть одну другую страну из тех, что получают макрофинансовую помощь, которая борется с коррупцией, создает независимые институты, такие как антикоррупционное бюро и антикоррупционный суд? По-моему, условий для предыдущего пакета помощи, а это 21 политическое решение, было слишком много. И это стала ошибкой ЕС. Отменять последний транш, когда 17 пунктов уже были выполнены. На этот раз перечень значительно короче. Из него убрали требования Брюсселя отменить мораторий на вызов леса Кругляка из Украины. Впрочем, впереди еще меморандум с Еврокомиссией, где условия должны прописать детальнее. И не исключено, что лес Кругляк будет опять фигурировать. Елена Абрамовича, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Предоставление макрофинансовой помощи от Евросоюза прокомментировал президент Петр Порошенко. На своей странице в Фейсбуке глава государства поблагодарил депутатов Европарламента за принятое решение. По мнению Порошенко, это еще одно доказательство эффективного сотрудничества с Европейским Союзом и прогресса реформ в Украине. Следующим свое слово должен сказать Совет Европейского Союза, отметил президент. Виновные в крушении Боинга в небе над Донбассом смогут отбывать наказание в украинской тюрьме. Такое решение принял парламент Нидерландов. Сам судебный процесс, скорее всего, состоится в Гааге. При рассмотрении дел судьи смогут использовать видеосвязь. По мнению министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, это важный шаг к привлечению виновных к ответственности. Напомню, рейс MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Расследование показало, что причина крушения – прямое попадание ракеты из комплекса «Бук». Установка была доставлена из России, а снаряд запустили с территории, которую контролировали боевики. Тогда погибли 298 человек, большинство – граждане Голландии. Двое армейцев ранены сегодня на Донбассе. Противник открывал огонь уже 14 раз. Из запрещенных орудий обстреляли позиции в Новотошковском. В районе Толоковки и Водянова под прикрытием тяжелой артиллерии боевики пытались даже атаковать. В Авдеевской промзоне нашим военным пришлось давать отпор снайперам противника. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. А сейчас там какие-то комиссии, БСЕ приехало. Несколько часов тишины, но для наших солдат в траншеях это не повод расслабляться. Снайпера, как были, так и есть. Активизируются даже по вечерам в основном. Затишье покажу. Ближе к вечеру начинается веселье уже. Украинские военные здесь уже привыкли к тому, что боевики днем прикрываются работниками наблюдательной миссии. То есть по нам спокойно они стреляют. Ответить естественно не может. Потому что стоят обеосещники и обеосещники. Я так понял, слова не говорят ничего. За такие стрельбы их нет. Обеосещники уехали тогда вообще весь карнавал начинается. И ПТРД, и 30-ка, звушки вот эти. Тут и БЭХа уже выезжает. Так что, тут весело уже вечером. Вчера с 9 вечера противник вновь обострил ситуацию в районе Авдеевской промзоны. Пришлось украинским бойцам жестко подавлять их огневые точки. Сейчас днем он ведет себя спокойно. Работали одновременно, прикрывали друг друга. Работал снайпер, работал под огнем пулеметчиков. Чтобы не было слышно выхода их, откуда он работает, чтобы не определили мы. Просто определяем уже просто по направлению. Вооруженные силы Украины были вынуждены открыть ответный огонь. С помощью зенитной установки удалось уничтожить один огневой пункт противника. Также подавили огонь вражеского снайпера в районе Ясиноватской дорожной развязки. Активно вчера было, довольно активно. Видать, они все-таки хотели отметить или поздравить нас, или передать привет, что они празднуют. Ну, мы им пожелали в ответ хорошего празднования. Не знаю, молчат пока. Пока же есть время обустроить позиции и дополнительно укрепиться. До шести часов вечера максимум. Когда представители миссии ОБСЕ уезжают из зоны боевых действий. После этого, как правило, боевики начинают очередные вооруженные провокации. Геннадий Вивданко, Даниэль Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Двух месяцев будет достаточно, чтобы Государственное бюро военной юстиции заработало в Украине. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиус во время встречи с юристами Министерства обороны США. Американские гости приехали в Киев для обмена правовым опытом в создании бюро. Анатолий Матиус подчеркнул, что оно не требует отдельного финансирования и будет работать в рамках военной прокуратуры. Прокурор надеется, что осенью нардепы проголосуют за предложенный законопроект. Главная функция бюро не столько контроль за военными, сколько защита их интересов и прав. Главная функция бюро военной юстиции должна обеспечить такой системой защиты и контроля за военнослужащими, когда будет правильное расследование, правильный защит социальных гарантий, которые дает государство, опека над их родинами, а за потреби, когда воин уступился, справедливый, незангажированный Украинский суд. Американские правоохранители помогут украинским коллегам в борьбе с распространением наркотиков. Меморандум о сотрудничестве сегодня подписало руководство Насполиции с администрацией одного из ведомств Министерства юстиции США. Американская сторона передала украинцам новое оборудование, приборы ночного видения, фото, видео и оргтехнику, а также семь внедорожников. Их полицейские планируют задействовать во время спецопераций. Сегодня встреча – это очередный крок к закреплению дружных рабочих отношений между Насполицией Украины и нашими американскими коллегами и партнерами. Традиционно, посольство Соединенных Штатов Америки принимает активное участие в строительстве и реформации Насполиции Украины. Мы рады поднимать вас на следующий крок из реформования правоохранительных органов тут в Украине. Надеемся, что этот документ позволит поселить активную спецпрацию в сфере против международных наркозлочин. В Украине на две недели раньше срока стартовала уборочная кампания. Так рано зерновые созрели, потому что май был слишком жаркий, говорят фермеры, но при этом они ждут неплохой урожай. Сегодня комбайны вышли на поля Болградского района Одесской области, что беспокоит селян. Об этом далее. Комбайнеры впервые в этом году выходят на уборку урожая. Это событие жители Болграда отмечают всегда. Посреди полей с пшеницей. Сегодня встречают гостей в национальных болгарских костюмах. Это натуральное болгарское вино. Лидеру АПО-блока аграрии жалуются. Главная проблема в том, что государство лишило их налоговых льгот. Раньше выплаты по НДС фермеры могли аккумулировать на спецсчетах, а затем направлять эти деньги на развитие производства. А сейчас, как ввели в прошлом году НДС, практически по экономике мы стали уже слишком падать назад. Вместо того, чтобы нам закупить препараты, закупить что-то такое, мы деньги отдаем назад государству. Юрий Бойко отмечает, подобные жалобы от сельхозпроизводителей слышит по всей стране. Обещает отменить это новшество. Я не вижу, чтобы сегодняшняя власть, кроме декларации, реально занималась поддержкой аграриев. После смены власти однозначно мы вернем те же налоговые льготы, поскольку это нужно для них. Уже в самом райцентре на встречу с народным депутатом собираются жители всего юга Одесской области. Юрий Бойко озвучивает основные позиции, на которых настаивает его политсила. Во-первых, разрешение конфликта на востоке страны исключительно путем компромиссов и переговоров. Большинство людей на этих территориях, которые сегодня не контролируются украинской власти, они тоже хотят завершения войны. Они хотят возврата к нормальной прогнозируемой жизни. Наша фракция, наша партия и вообще все однопартийцы по стране здесь абсолютно четко придерживаются мирного плана политического варианта урегулирования конфликта. У нас есть абсолютно четкий и понятный план, как это можно сделать. Во-вторых, продуманная экономическая политика. ОПО-блог, говорит Юрий Бойко, выступает против бездумного выполнения требований Международного валютного фонда, из-за которых растут коммунальные тарифы и цены на основные продукты. В-третьих, борьба с коррупцией. По словам нардепа, она полностью провалена, потому что нет политической воли. В завершение Юрий Бойко и его коллега нардепа-позиционер Николай Скорик возложили цветы к памятнику основателю Болграда Ивану Инзову. А после посетили местный Спасопреображенский собор. Константин Редин, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер, Одесская область. Медицинские эксперименты над украинцами недопустимы. А именно так выглядит реформа здравоохранения. Об этом уверены народные депутаты Сергея Каплина и Наталья Королевская. Сегодня в Запорожье они провели выездное заседание парламентского комитета по вопросам соцполитики. Но прежде чем начать обсуждение, нардепы заехали в одну из больниц региона. Медики говорили о низких зарплатах, а пациенты жаловались на непонятную для них медицинскую реформу. Комитет берет под личный контроль вопросы, связанные с медицинской реформой. И это сегодня наша ключевая задача. Мы будем ежедневно, ежечасно контролировать, как идет реформа в системе защиты здоровья простых украинских граждан. В бюджетной части, в части организационных мероприятий, в части ответственного исполнения всех требований этой реформы. Наша позиция однозначная. Через Конституционный суд мы обрастились туда, это отменить эту медицинскую реформу. Оппозиционный блок также зарегистрировал постановление отправить Супрун в отставку. Потому что такие эксперименты сегодня над людьми по всей стране в системе здравоохранения мы считаем крайне недопустимыми. В НАБУ начали расследование скандальных закупок футбольных газонов от ФФУ. Об этом в ответ на запрос одному из украинских СМИ сообщили в пресс-службе НАБУ. Основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в бюро, но и результаты работы детективов. Напомню, в конце прошлого года были проведены 300 тендеров без открытых аукционов. И львиную долю этих закупок выиграла коммерческая дочь Федерации футбола, ФФУ Продакшн и связанные с ней компании. В государственной казне может не хватить денег на все бюджетные программы. Все из-за слишком оптимистичных прогнозов в доходной части. Нацбанки отмечают, что риски для госфинансов существенно увеличились. В НБУ заявили, что бюджет пополняется слишком медленно из-за недопоступления налогов, акцизов и рентных платежей. А вот расходы растут быстрее, чем планировали. Нацбанки допускают, что, возможно, придется на чем-то экономить. В частности, на субсидиях. Их оформление ужесточили, чтобы снизить количество злоупотреблений. Тучи сгущаются. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупреждает об угрозе нового мирового кризиса. Что же так взволновало главу МВФ, выяснял Дмитрий Анопченко. Одна из самых цитируемых экономических новостей. Авторитетное агентство Bloomberg приводит слова директора-распорядителя МВФ, взволновавшей многих. Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день ото дня. Кристин Лагард открыто говорит о возросших сейчас рисках для мировой экономики. Одна из главных причин для которых – торговые войны. По словам Лагард, самая большая угроза, она образно называет ее самой большой и черной тучей, это вовсе не новые пошлины, которые поднимают Соединенные Штаты. В ответ это делают другие государства. Такое в новейшей истории уже бывало. Это риск подорвать доверие, поставить под сомнение работу международных финансовых институтов и глобальные механизмы торговли. Она избегает прямых упоминаний Трампа, но всем и так понятно, о чем говорит Лагард. В условиях, когда американский президент отказался подписывать итоговый документ канадского саммита «семерки», а участникам G7 не удалось убедить его даже отложить введение новых пошлин, страны пойдут искать правды во всемирную торговую организацию. Кто бы ни стал проигравшим, одну из сторон конфликта, или европейцев, или штаты, решение все равно ведь не устроит. Можно смириться, но это вряд ли. А стоит поставить под сомнение беспристрастность или полномочия ВТО, как вся система экономических сдержек и противовесов может начать рушиться. Вот почему всегда осторожная в оценках и прогнозах Кристин Лагард сейчас сгущает краски. Проблема ведь не в конфликтах между странами. Государство ссорится и мирится, как сейчас Соединенные Штаты и Северная Корея. Это неприятно, но не смертельно. А в фонде хотели бы избежать сценария, когда благодаря публичному конфликту между политиками, или неосторожному слову в Фейсбуке, сама основа мировой экономики может быть поставлена под сомнение. А после полной обиты споров канадской встречи, основания для таких опасений есть и весьма серьезные. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. Такое обращение в Твиттере написал Дональд Трамп после возвращения Сингапура. Хозяин Белого дома уверил, что в мире стало спокойнее, чем в день его вступления в должность. Трамп подчеркнул, что Северная Корея перестала быть самой серьезной угрозой для США, как это было при президенте Обаме. Норвегия планирует вдвое увеличить американский военный контингент в своей стране. С такой просьбой официальный ОСЛА планирует обратиться к Вашингтону. Через год количество морских пехотинцев в Норвегии увеличится до 700 человек. Дополнительные подразделения направят на север, ближе к российской границе. Эти планы не нацелены против РФ, уверяют в норвежском МИДе. Град с размером в теннисный мяч, ураган и ливни. В западных регионах Украины разыгралась непогода. В результате сотни домов без крыш, побитые автомобили, подтопленные улицы и дома. Все это видели наши корреспонденты. Закарпатии, Иршавский район. Село Брод засыпал град размером с куриное яйцо. Наталья сохранила пару ледяных шаров в морозилке. Это было страшно, это летело с неба, звук был страшный. Я не знаю, если гранаты падали, что падало. Буквально за несколько минут град повредил крышу, окна дома, разбил автомобильные стекла, машина вся в омятинах. А это крыша дома Виталия Бровди. Вместо черепицы сплошное решето. Град побил десятки машин и почти 300 домов селян. Сквозь дыры в крышах дождевая вода лилась внутрь. Промокший потолок в доме Оксаны Полянской обваливается. Уничтожены кукурудза, помидоры, огурцы, фруктовые деревья. По Тячевскому району тем временем пронесся ураган. Ветер сносил полностью дахи, там десятки сел. Постраждали в некоторых селах до 50-60% пошкодженных дахов. Но в основном это приватный сектор. Черновцы накрыл ураган с ливнем. Ветер срывал крыши, валил деревья. Ветки летели прямо на автомобиле и дороге. Улица Галецкий шлях. Дерево спало прямо перед автобусом. Линии оберванные. Все стоит. Улицы буквально превратились в реки. На железнодорожном вокзале затоплены входы, залы ожидания и перрон. Коммунальщики отмывают помещение от ила. Вынимо. Все нужно помыть до порядка. Потому что такая наша доля. Без света остались сотни квартир. Сегодняшний день работали бригады и местного рема. Фактически на ранок у нас осталось с нестремленными несколько объектов. Непогода бушевала и во Львовской области. Больше всего досталось Яварову. Сильный ветер срывал крыши, рвал провода. Полгорода без света. Оно как подняло, затрещало. Зато навык не было видно, что аж потом побачило, что оно залетело. Попадало. Но тут, там, там, там. Комент впал, фронтон впал, да, гвозняло. Ветки и куски шифера повредили сотни машин. Так вот вывелил, разбил в зеркало. И вот тут вот, визнято. То мы ее потом шкували. Чиновники говорят, затраты на ремонт кровель частично покроют из бюджета. А вот владельцам автомобилей придется раскошелиться самим. Убитки от непогоды в западных областях еще подсчитывают. Синоптики же прогнозируют и в дальнейшем дожди. Правда, без ураганов и града. Марина Коваль, Ольга Паломарюк, Галена Якошко. Подробности телеканал Интер. Правоохранители до сих пор не могут установить причину массового отравления школьников в Черкассах. Как рассказали местные полиции, анализы грунта, воздуха и биологических образцов не выявили никаких отравляющих веществ. Впрочем, по словам правоохранителей, экспертиз много и они еще продолжаются. Напомню, 8 мая в одной из черкасских школ дети почувствовали себя плохо и стали терять сознание прямо во время линейки. В результате около сотни школьников обратились за помощью к медикам. Более 50 были госпитализированы. В Ривненской области наконец ремонтируют государственную трассу Ривна-Сарны. После зимы этот отрезок побил все рекорды по количеству ям. И для водителей превратился в настоящую полосу препятствий. Наши корреспонденты проверили новое покрытие. На сегодняшний день дорога уже стала, я скажу твердо, проездной. Да не только проездной, она уже практически отремонтована. В этом нас убеждает начальник Ривненского автодора. Мы решили сами удостовериться и поехали туда, где совсем недавно машинам приходилось лавировать между выбоинами. Почти 90 километров без дорожья с небольшими участками асфальта. Сейчас покрытие изменилось, говорят водители. Но не кардинально. Латаная в нескольких местах с трещинами. Вот такой трасса будет после ремонта. Его еще не закончили, хотя дорожники должны были все сделать к началу лета. Ям очень много и тяжело работать. Сами видите, какая дорога. Активисты уверяют, ремонт делают некачественно. Один из них даже пытался доказать это дорожникам. В ответ рабочий набросился на него с лопатой. По технологии он должен сформироваться, остаточно захолонеть, потому что это горячий асфальтный бетон. И он должен, охлаждаться, набирать своей местности. В облафтодоре признают, дороги действительно не в лучшем виде. Но делать качественно и в сроке нет денег. Дескать, они только подрядчики. И работают в долг. Основной подрядник – это служба автомобильных дорог, в которой на балансе все дороги находятся. У нас на балансе дорог нет. Она есть замовленниками, она нам оплачет работать. На сегодняшний день больше 40 миллионов они нам винят. Тоже говорят и в службе автомобильных дорог. Чтобы привести убитые трассы области в порядок, выделенных в бюджете средств явно не хватит. Поэтому латать будут и дальше. Мы на год предбачили 23 миллиона гривен. Это на ликвидации МКОВСТИ. Если сравнивать с цифрами и суммами, с отцом минулого года, 2017-го, мы уже вытратили практически все на ноль. Но сегодня есть, мы знаем, деньги у Кравдодора, надошлись снова и новый транш, более миллиарда гривен. А вот водители, которые каждый день вынуждены преодолевать ухабы, в нехватку денег, не верят. Гроши есть, меньше трех грошек красный, и будет дорога добра. Всего в Ривненской области капитально отремонтировать нужно более трех тысяч километров. На это, говорят, дорожники уйдут годы. Юлия Жешко, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривненская область. ДТП в Житомирской области. Сегодня днем неподалеку от села Каменка перевернулся автобус. Водители и три пассажира получили травмы разной степени стяжести. По словам правоохранителей, за рулем находился житель Сум. Он выехал на встречную полосу и врезался в отбойник. В результате автомобиль перевернулся. В отношении водителя уже открыли уголовное производство. Всех пострадавших доставили в местный госпиталь. Экономия на образовании. В Первомайском Харьковской области местные власти решили закрыть сразу две школы. Благодаря этому город сэкономит миллион гривен в год, а вот что получат ученики, разбирала Светлана Шекера. Пока ученики младших классов Первомайской школы номер 4 сидят за партами в школьном лагере, их родители в актовом зале. Новость о том, что две школы города собираются закрыть, встречают бурно. Из семи школ в Первомайском должны остаться пять. Такую оптимизацию придумали в мэрии. Первую, четвертую школы закроют. Детей переведут в седьмую, на окраину города. Родители негодуют. Здесь прекрасные учителя, прекрасное учреждение. Зачем? Школа эта тоже переполненная. Два первых класса. Куда их деть? Результаты ЗНО показываем мы, одни из самых сильных. Золотые медали показали мы, что у нас весь город золотые медали. То есть у нас дети занимают призовые места. После собрания ученики и родители колонной идут к мэрии. Но охранник людей не пускает. Говорит, мэр уехал. К людям приезжает заместитель. Но конструктивного диалога не получается. На 800 метрах одной улицы находятся три школы. В двух школах, объясняю вам еще вполне определенно, в двух школах находятся вместе совокупно 800 человек. 800 человек – это 70% навантажения школы. Поэтому объединение двух школ – это нормальный и решаемый шаг. Заммэра объясняет, три школы на три микрорайона – это много. Они заполнены не полностью. А местные громады теперь должны сами оплачивать коммуналку и зарплату тех сотрудников. И если школ станет меньше, то город сэкономит миллион гривен. Помещение будет закрыто и законсервировано. Мы просто живем непосредственно в Украине. А именно на образование? Смотрите, экономить нужно на всем. Ранее мэр объяснял, куда пойдет сэкономленное. Место собиралось купить, например, экскаватор, которого мы не имеем. А каждый год на наших старых мережах мы имеем больше и больше раскопок. Его вартость там 2,5 миллиона гривен. Мы сократили финансование на ремонт дорог и ледве нашли миллион гривен. Окончательное решение о закрытии школ должны принять депутаты городского совета. Родители сдаваться не собираются. И готовятся уже в эти выходные перекрывать трассу. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьковская область. Мусор, которого не видно. В Хмельницком появились необычные контейнеры для отходов. Таких нет больше нигде в Украине. Баки установлены под землей. Как эта система работает, выясняли наши корреспонденты. На первый взгляд это обычный контейнер для мусора. Разве что больших размеров. На самом деле ноу-хау для горожан и коммунальщиков. Ведь расположат эти емкости под землей. В бункере вылетом из бетона. На поверхности останется только небольшой блок, подняв крышку которого, можно выбросить мусор. Система достаточно простая и очень удобная для использования. Каждый такой подземный контейнер по вместимости больше трех обычных. О его наполнении будут извещать специально вмонтированные датчики. Дальше дело техники. За этот сутивный бак мы должны прибрать за три минуты. Машина подъезжает, открывают крышку, вытягивается в мусорный бак, ставится на шоки, перевертается. Керуется пультом. Контейнеры купили в Португалии. Они оборудованы системой автоматического пожаротушения, герметичны и не пропускают жидкость. Нема ніякого приемного запаху, нема ніяких пташок, нема ніяких звірів кругом. Скажемо так, неможливо достати сміття також з цього контейнера. Навіть якщо ви будете кидати туди кавуни, а ви будете кидати туди кавуни, то не буде ні запаху. Вартість такого підземного контейнера – 250 тисяч гривень. Це кошти виняткового міського бюджету. Для того, аби не витрачати додаткові кошти на спецавтомобілі, як то робили інші міста, ми в лізинг придбали, по суті, універсальний сміттєвоз, який може працювати з підземными контейнерами і який спокійно буде працювати з наземными контейнерами. Поки підземні контейнери тільки в центрі Хмельницького. Уже сі следующого року їх почнуть устанавливати і в інших районах. Новинка горожанам понравилась. Правда, кое-кто побаївається, що найдуться вандалу, які будуть портити наземну частину бункера. Це для наших людей. Ще не доросли до такого. Це і буде контролювати. Але щоб убереч площадки від вандалів, їх оборудують камерами наблюдення, а нарушителей обещають привлекати к ответственності. Лина Зеленська, Лариса Светловська, Тарас Тарасов. В подробності телеканал «Интер» Мельницкий. Британский парламент відказався від идеї контролювати переговори по Брекзиту і все полномочия оставив правительству. Почему законодатели самоустранились від принятия решений по одному із важніших процесів в історії Великобританиї? Знає Светлана Чернецька, а наш цікор в Лондоні. Порядок! ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ В БРИТАНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ в конце будуть голосувати за одобрення соглашения между Британией і ЕС по Брекзиту. А нас, непосредственних участників процеса, лишають этой возможности. Це недопустимо. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАТЕГОРИЧНО ПРАВИТЕЛЬСТВО КАТЕГОРИЧНО ТОЛЬКО МИНИСТРЫ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ С БРЮСЕЛЕМ І ПРИНИМАТЬ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИ ПРИВЛЩЕНИЕ К ПРОЦЕСУ ЕЩЁ И ДЕПУТАТОВ ПРИВЕДЁ К ХАОСУ. ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СМОЖЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ГИБКОСТЬ, НЕОБХОДИМУ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, ЕСЛИ ЕГО РУКИ СВЯЖУТ В ПРОЦЕССЕ. ЭТО ПРИВЕДЁТ НИ К ЧЕМУ ИНОМУ, КАК К НЕВЫГОДНОЙ СДЕЛКИ ДЛЯ БРИТАНИИ. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ, ЧТО ИМЕННО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАДАЁТ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРАМ. Впрочем, в парламенте оказалось много несогласных с этим мнением. Дошло до того, что против воли собственного премьера собрались голосовать представители правящей консервативной партии. Такого Тереза Мэй допустить не могла, ведь измена соратников подорвала бы ее авторитет. Поэтому правительство пошло на компромисс и устно пообещало парламенту больше контроля над Брэкситом. Такое задабривание подействовало по правку отклонений. За отклонение 324 голоса. Против 298. Поэтому победа голосов за. А соответственно победа правительства. Тереза Мэй не допустила восстания и в очередной раз доказала, что контролирует парламент. Переговоры с Брюсселем по условиям развода продолжаются уже год, а формально выход Британии из ЕС запланирован на конец марта. Так что у правительства остается все меньше времени на решение междоусобиц. Внутри страны. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Поделили название. Гресса и Македония договорились о переименовании бывшей Югославской республики. Как она теперь будет называться и зачем вообще все это было нужно? Знаю, Татьяна Лагунова. Новое название для бывшей Югославской республики выбирали из множества вариантов. Среди самых популярных были Республика Новая Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Македония Скопье и, наконец, Республика Северная Македония. На последнем и остановились. Македония согласилась изменить свое конституционное название. Страна будет переименована в Республику Северная Македония. Для Греции переименование было делом принципа. На севере страны есть область, которая тоже называется Македония. Афины обвиняли Скопье в присвоении названия и опасались территориальных претензий. Даже поставили ультиматум. Пока македонцы не назовут свою страну как-то иначе, Греция будет блокировать ее вступление в НАТО и ЕС. Теперь евроатлантическим устремлением Македонии больше ничего не мешает. Мы верим, что 28 июня Европейский Совет примет решение о начале переговоров о вступлении Македонии в ЕС. А на саммите НАТО в июле страна получит приглашение стать полноправным членом Альянса. И Евросоюз, и НАТО уже подтвердили. Двери открыты. И они ждут официального переименования страны. Когда новое название Республика Северная Македония станет официальным, произойдет ли это в принципе, пока непонятно. Решение должны одобрить парламенты Греции и Македонии, а потом еще и македонцы на общенациональном референдуме. Он запланирован на осень. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Какой рекорд побил Джордж Буш-старший? Почему в Европарламенте исчезнут пластиковые бутылки с питьевой водой? И какие новые штаты могут появиться в составе США? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Вооруженный мужчина более пяти часов удерживал двух заложников в центре Парижа. Инцидент произошел в бизнес-центре 10 округа французской столицы. Злоумышленник облил людей бензином и требовал связаться с посольством Ирана, чтобы передать сообщение для французского правительства. Кроме того, угрожал взорвать бомбу в помещении. Правоохранители пошли на штурм здания. Преступника задержали. Никто не пострадал. Европарламент решил отказаться от пластика ради сохранения окружающей среды. На заседаниях длящихся менее полутора часов запретят использовать пластиковые бутылки для воды. А в столовой заменят одноразовую пластиковую посуду. Планируют использовать столовые приборы, которые можно переработать. На всей территории Европарламенту уже установили более полутора сотен питьевых фонтанов. Нововведения вступят в силу со следующего месяца. В США могут появиться еще два штата. Жителям Калифорнии предложат проголосовать за разделение их штата на три части. Собственно, Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. С такой инициативой выступил бизнесмен из Кремниевой долины Тимоти Дрейпер. Он считает, что жители новых штатных образований только выиграют от того, что их интересы будут представлять три отдельных администрации. Голосование состоится в ноябре. 41-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший побил рекорд долголетия среди американских президентов. Накануне ему исполнилось 94. До сих пор долгожителями среди американского руководства считали Джеральда Форда и Рональда Рейгана. Оба умерли в 93. Месяц назад Буша-старшего госпитализировали с инфекцией крови. Через несколько дней после смерти его супруги Барбары. Пара прожила в браке 73 года, что также является рекордом в президентской истории США. В итальянском Турине состоялся очередной отборочный тур на кулинарные Олимпийские игры. За право поехать на финал всемирных соревнований под названием «Золотой Бакюс» соревновались команды из более чем 20 европейских стран. Победила команда из Норвегии во главе с 28-летним шеф-поваром Кристианом Петерсоном. Финал соревнований состоится во французском Леоне в начале следующего года. В состязании примут участие 24 участника. Их отбирали последние полтора года на региональных конкурсах в 62 странах мира. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ее я в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин